послушаем продолжает разыгрывать игроки бориса уэй ищет адресата для передачи бросок с дальней дистанции кажется так не особо и вкладывался один бекетаев этот бросок но все равно очень приличного получил не у него бросок достаточно сильный так мы его два раза уже видели сегодня до того в разных составах и действительно впечатлились просто так на позволили себе по атаковать и выглядело это очень неплохо знаешь как заявочка да то что в конце концов вслед за шайбой инициативу останчане собирается прибирать к рукам и тут же ответ ска бывает что заканчивается выхода вот такими моментами как который сейчас выкатился потерял равновесие вроде бы восстановил позицию на передач это не то что мы сейчас надо конечно добавлять другой стороны нам а какой-то степени лучше что бары сейчас а будет в более открыт хоккей играть дам вбрасывание хозяева выиграли сразу приступают к осаде ворот соперника 18 процентов реализации у барыса это 15 показатель континентальной хоккейной лиги 6 раз пропускали в большинстве останчане вот что и должно тревожить это еще и к тому что хайрули один из двух лучших бомбардиров чемпионат продолжает разыгрывать игроки барыса уэй ищет адресата для передачи бросок с дальней дистанции кажется так не особо и вкладывался один бекитаев этот бросок но все равно очень приличного получил я у него бросок достаточно сильный так мы его два раза уже видели сегодня до толку в равных составах или действительно впечатлились не просто так на большинстве в я готов меняться но удобный случай не там чтобы уже противоположных ворот яшкина вы провоживают тем не менее шахеров и 52 время в деле опять низом шай вот этот раз так с воздуха запускал шайку и рулен и на дальнюю там уже катит гребенщиков хайрулен слава выбора зорова до противоходу в дальнюю девятку уцеливал с броском хайрулен это всегда опасно и гребенщиков тоже хайрулен слава выбора Продолжение следует... 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 матчах, но при этом положительный показатель полезности, а надежность обороны, это то, как раз, что временами не хватало Борису. Атака СКА опаснейший. У Хайрулина был шанс отличиться. И дальше еще были добивания, но... Прекрасно помню, что в этом сезоне в Владивостоке оформил покер. И видно, что соскучились по большому делу. Да, возможно, там и Зыков травма получил в столкновении с Радуловым, и Хуснудинов, поэтому появилась у этой экс-сочинских игроков. Мы видим, и Глотов сегодня играет. В принципе, все трое сегодня в заявке. Пока нет в списке отличившихся хоккеистов Александра Волкова. Дело в том, что у него трехматчевая результативная серия, и дело в том, что Волков как раз дублем в первом матче между этими соперниками отметился. Победная шайба на его счету была тогда. В Петербурге 3-1 победил СКА. Ну и тут еще с Жоферовым. Дело за малым только отыграть эти две минуты в меньшинстве. А Алекс Грант на этот раз без броска обошелся. А Гранта тоже 4 в этом сезоне забрасывал, причем чуть ли не все в большинстве. Так что понятно, что потому что сколько сражений иногда разворачивается за шайбу, которая просто ложится сверху на сетку, и там прям бой не идет, люди никак тут сковырнуть не могут. А тут легким движением из кармашка до ворота классно сыграл. Теперь бы с игры еще такую. Да, обидный игровой эпизод для останчан. Близки они были к своей второй заброшенной шайбе, но еще время есть в этом большинстве. Ну и Алекс Грант передохнул, пока там суть до дела, пока объявлял о Ленин об отмене взятия ворот. Так что... Такое сейчас серьезное ускорение он сделал, его так Бардаков подгонял. Михайлис в ближнем круге вбрасывание, снова под ворот, и Михайлис в ближний, но там абсолютно уверен в выбранной позиции Николаев даже не шелохнулся. Вей! Перевод на партнера, бросок по воротам Николаев в игре, в полном составе играет СКА. Не удалось хозяевам численное преимущество использовать, и вот Яшкин, который отбывал этот двухминутный штраф, ставил корпус, но не продавливает он Нельсона ножье. Да, выиграл одиноборство, отдал. Ну, сложно было на самом деле Бардакову принять, не очень точная передача получит. Возвращаются петербуржцы к чужим воротам. Шайбу из вида Николаев. Еще один момент. Да, продолжают игроки Бариса атаковать, там уже занимает стратегическую позицию за воротами главный арбитр готовясь фиксировать взятие, но бросков больше и нет. А вот в противоположные ворота могло сейчас и зайти Волков имел шанс, справляется Бояркин, отличившийся совсем недавно Фальковский вошел во вкус и вот он уже за воротами. Шайбу в направлении партнера проталкивает. Как-то пока без участия главных забивал армейцы. сижу об этом думаю как раз не Яшкина, не Хайрульна, не Никишина мы не видим, а списки игроков, которые набрали очки. Ну да, это история во-первых про глубину петербургского состава, а во-вторых ну тут перестановки делает Андрей Скобелко. Бросок от Георгия Соляникова справляется Бояркин, но подбор опять остается за игроками СКА. Бардаков на пятак. Бардаков сегодня один из самых активных. Вырваться на оперативный простор Михалису и момент какой. здорово отдавал сейчас Мищенко, но шайба прыгнула, поэтому Уэй не сумел под нее подстроиться. Нужно Скобелке искать слова, искать мотивацию для своих игроков на третий период. В конце концов к Николаеву ключики подобрать удалось. В большинстве моменты у Бориса возникают, значит опять же имеет смысл сыграть поагрессивнее.